Колено наскок. Далеко. Честно говоря, ребят, удивляюсь, почему вы не следите за своими здоровьем и не бережете его. Пару раза поплатил своими зубами, потому что я не одеваю капли во время работы с партнером. У меня в боях столько травм как бы не было, сколько я могу получить, в принципе, ведя тренировочный процесс. Мне уже два раза выбивали передние зубы. Да я супер крутой по функционалу. Мокрые, потные, довольные. Что там на Ильбе? Сдох. Приезжайте, я посмотрю на вас. Друзья, всем привет. Вы на канале BodyMoney. Сегодня мы приехали в клуб MDFit в гости к одному из самых лучших тренеров по ММА в прошлом. Крутому бойцу с рекордом. 139 профессиональных боев, у которого 124 победы. Каримову Исламу. Ислам в прошлом профбоец и тренер известного ростовского клуба Легион, а также тренер профкоманды по ММА Fight Nights. Друзья, кстати, вы знаете Ислама по прошлым нашим проектам. Проект реалити-шоу «Мясорубка». Мы делаем базовые упражнения, подводящие, которые в дальнейшем вам уже помогут. Вы всегда должны понимать, что ММА – это не бразильское джиу-джитсу, не просто борьба вольная, не классика. Это борьба с ударами. Но Ислам еще и меня тренировал, когда я выступал. Наиль в первую очередь был, как и все спортсмены должны быть, был любим учеником. Ни слова против тренера. Все, что тренер говорит, он всегда все делал. Но самое главное, что еще наиле – это весь характер. Это тот гвоздь, на который вешается все остальное. Это самое главное, друзья, поверьте мне. Если у спортсмена нет характера, это временный рост, это топтание на месте. Поэтому все, что нужно для бойца, у него есть. Спасибо. Любая тренировка начинается, как обычно, с разминки. Сейчас немножко его разомнем. А дальше уже поработаем на лапах чуть-чуть, поработаем в арцовской технике. Короче, смотрите, следите, что нам пальцах объясняет. В моей разминке нет упражнений лишних вообще. То есть вся разминка основана на тех базовых упражнениях, которые очень важны в боях для хорошего прогрева. Разминка длится там максимум 15 минут. И мокрые, потные, довольные. Вот это упражнение направлено на разогревание внутренней части бедра, на подготовительное, как бы на подводящее упражнение, на удушающий прием треугольник ногами. И, соответственно, работа снизу на удары, на локти. И плюс здесь очень хорошо прогревается спина, мнется, когда он перекат с поясницей на лопатке. И прогреваются мышцы живота и шеи. Время. Давай в стойку. Поехали. Бой с тенью. Минута чистый бокс. Начинаем мы чисто с рук. Чистый бокс. Давай, локти добавляй. Руки, локти. Вторая минута у нас руки, локти. То есть комбинируем удар руками, локтями. Дальнюю, среднюю, ближнюю дистанцию. И, соответственно, во всю работу должен включать такие моменты, которые чаще всего у него бывают во время боя. Поэтому вот вся разминка, она как бы выстроена на том, чтобы создать новые нервные цепочки, которые отвечают за различные действия. И чтобы он каждый день эти движения делал, чтобы уже на подсознании уже постепенно это все из умения, из знаний превращалось как бы в умение. Потому что очень важно, чтобы человек не просто знал, а умел. Когда умеет, он на это действие затрачивает минимальное количество времени. Когда знает, он начинает вспоминать. А пока он вспоминает, это проходит какой-то определенный промежуток времени. А момент уже не тот, ситуация уже не та. И как бы уже все упущено, как говорится, возможности. Время. Ислам, такой вопрос. Нашим зрителям будет в любом интересе. У тебя рекорд 139 боев, 124 победы. И я знаю, что это в прошлом, это был профессиональный панкратион. Это один из самых жестких видов. Расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя какие-то самые такие тяжелые, запоминающиеся бои были. Потому что я знаю, что ты проводил по три схватки в день. Да, это я просто выступал в 99 году, я начал выступать. И с 99 года, как говорится, начал свою профессиональную карьеру. Первый бой я подрался в Анапе, я помню. И вот с того момента я понял, что это тот вид спорта, которым я буду заниматься. То есть тот вид спорта, который мне нравится. И я уже после первого же боя, я понял, в каком направлении мне нужно как бы развиваться. Что мне нужно для того, чтобы в дальнейшем быстро показать результат. Первые три боя я проиграл. Первый я бой проиграл из-за рассечения. Меня врачи сняли. Второй бой проиграл тоже более опытному сопернику. Тоже для себя выводы сделал. И третий бой проиграл, потому что у нас в Панкратионе там было плюс-минус 10 килограмм. Это было в порядке вещей, как бы. И соперник был более тяжелый. То есть, как говорится, функционально чуть не подрассчитал себя и проиграл. А так уже после этих трех боев у меня уже пошли победы. И по статистике у меня было где-то примерно 10 побед. Одно могло быть поражение. Где-то я функционально мог плохо подготовиться. Но в основном все проигрыши были решением судей. Единственное, у меня было, если не ошибаюсь, три проигрыша явно, то есть досрочно. Один раз болевой, один раз удушающий и один раз технический нокаут как бы был. У меня, по крайней мере, очень много боев было по Панкратиону. Самые жесткие правила были. Мы голыми руками дрались и били головой, локтями. И практически было можно все, кроме зарапаться, кусаться и бить позвоночник и затылок. То есть, практически остальное все было можно. Сложные, конечно, были времена. Но эти времена, как бы, они дали тот бесценный опыт именно в клетке, которым сейчас я делюсь, как бы, с молодым поколением. Благодаря этому опыту я выстраиваю свой тренировочный процесс. Благодаря этому опыту я сейчас понимаю, какая тенденция в развитии, в ММА. И так сказать по секрету, да, я когда тренировал в Ростовском регионе, я уже давал те задания, которые уже на Западе делали там через три, через четыре года, после того, как мы уже это делали. Поэтому я понимаю, что я не ориентируясь на западную школу, как бы, я на несколько шагов впереди в развитии спортсменов, в развитии себя как тренера. Поэтому вот так вот развиваемся, со своей системой тренировок, со своими методами, не ориентируясь, как говорится, на какие-то известные школы. Сейчас чуть-чуть на руках раскидаемся. Сейчас я тебе не с это задание дам. Я застал еще времена, где-то. 2007-2008 год. Дрались с восьмерками, вот, по профессиональному панкратиону. Приходилось проводить по три профессиональных боя за вечер. Ребят, это очень тяжело, потому что там еще добивание головой было. Вот. Даже небольшие удары приводили к сечкам, рассечениям. Ну, это действительно очень тяжело. И функционально очень тяжело, и психологически очень тяжело. Поэтому такой опыт, это просто бесценен. У меня в Инстаграме многие спрашивают, а почему, типа, когда вы двигаетесь, у тренируемого, руки внизу, я объясню. Когда руки около головы, у человека подсознательно возникает желание перекрыться руками, подставку сделать, там, сбить, допустим. Да, это хороший момент, но это упражнение, оно на концентрацию. И оно всегда делается в начале тренировки. Почему? Для того, чтобы максимально собрать спортсмена на весь тренировочный процесс, как бы, задать ему определенный тон. Именно на внимание работа. Потому что моя вся работа, она выстроена на функциональную подготовку и выстроена на концентрацию, на сосредоточение, именно на самом процессе. Мы сейчас с Наилем поработаем, как бы, это упражнение. Вы сейчас все увидите. Сейчас руки внизу. А, я не сказал, почему руки внизу. Потому что, когда нет защиты около головы, то есть приходится убирать голову. Вот это самый важный момент, чтобы вы понимали. Сейчас руки внизу, вот, уклончики, оттяжки, нырочки. Двигаешься и руки не поднимаешь. За мной. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону пошел вокруг меня. Вокруг меня пошел, 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 пошел. Противоход. Противоход. В сторону пошел. Туда. Туда, туда. Противоход. Уклон. Вот такое вот упражнение Наставляющее двигаться и держать Делиться соперника во внимании Следующее упражнение тоже Похожее, но это уже упражнение Вот с такими палочками Которые тоже позволяют Теперь уже держа руки уже на месте Уже показать уже спортсмену Где у него дырки в защите То есть когда спортсмен двигается Он думает, что у него идеальная стойка Скажем так, идеальная защита Но на перемещениях, на смещениях Он не замечает, как он убирает руки Как он поднимает локти И то есть моя задача Вот в этих движениях Показывать ему в движении Где у него дырка появляется в защите То есть сейчас мы начнем просто с уклона Руки держи и уклончики просто И когда вот такими упражнениями мы работаем Я как бы вижу ошибки его, допустим Когда он там делает больше уклона корпусом Или допустим ноги не доворачивает Или руки опускает Нырок со смещением Оттяжки Оттяжка То есть я стараюсь как бы прогнать все виды защиты И потом уже на движениях уже эти Все виды защиты уже использовать Уже когда он двигается за мной Оттяжка 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 Уклон Мирок В сторону Мирок Шаг Не спать Шаг Уклон Мирок Мирок Оттяжка Оттяжка Пошел вокруг меня приставными шалями Теперь два шага вправо, два шага влево Руки не опускаешь Постоянно на противоходах Когда на тебя куча ударов летит Постоянно должен противохода двигаться И руки держать на месте Мирок Рок Мирок Голова Шаг в сторону За мной Уклон Назад Мирок В сторону Мирок Ислам Расскажи Пожалуйста Нашим зрителям Будет очень интересно Знать Как ты пришел вообще В спорт Вообще В спорт Большой спорт Может что-то Какая-то ситуация Была какая-то подвигла Да На самом деле Ситуации Прям таких не было Никаких Просто я С самого Детства Еще со школы Увлекался спортом Как бы да И У меня Никогда не было Как бы такого Желания Там Драться В боях И так далее И первый раз Я увидел Тумир У меня была Учительница По русскому языку Зая Васильевна Она видела Что я такой Спортивный парень Как бы расту И говорит Вот у меня Там есть кассета UFC 1994 года Говорит Если интересно Могу прийти Посмотреть Как бы Я говорю Ну конечно интересно И она мне Принесла Эту кассету Я посмотрел И как бы да Впечатления остались Но я никогда Не думал о том Чтобы я свяжу Свою жизнь С ММА С боями Бесправил На тот момент Как это все называлось Вот И сейчас Вспоминая Эту ситуацию Я как бы понимаю Что это Как бы такой Небольшой Как бы такой Значок был Такой Да Того Что В дальнейшем Возможно Этим Я уже буду заниматься Параллельно пошел Реже могу Сюда Пошел параллельно Ноги отбросил Хорошо Шаг в сторону Нырок Нырок Уклон Нырок Нырок Локи Нырок Голова Шаг в сторону Противоход На противоходе Старайся подныривать Потому что удар Может быть очень сильный На самом деле Это не секреты Как бы подготовки Просто Каждое В эти упражнения Как бы вкладывает Свой смысл Я вот Именно в эти упражнения Как бы вкладываю Свой смысл Эти упражнения Они уже давно Придуманы Да Есть какие-то моменты Которые Как бы Ну Я начал использовать И в дальнейшем Эти упражнения Начали за мной повторять Но из того Что я показал Это все уже до меня Уже давно придумано И боксерами И кикбоксерами И тайцами Поэтому Просто я их как бы взял В свой оборот Скажем так Да В свой тренировочный процесс Так как они очень эффективны И я по-своему В свой смысл Вкладываю В эти все движения И Как бы Со своей практики Со своей колокольной Как бы Эти все моменты Преподношу спортсменам И благодаря этим упражнениям Очень быстро И Эффективно Появляется результат Я показываю Правой и левой рукой Он должен сориентироваться И нанести нужный удар То есть Это тоже как бы Работа на внимание Да-да-да Первому удару Добавляешь Тебя второй Боковой прямой Боковой прямой Профессиональный спортсмен Он отличается От начинающих И от любителя Тем, что Любители могут Такие моменты Зевать А профессионал должен Любую возможность Использовать Или для улучшения Позиции Или для того Чтобы закончить бой Поэтому Работайте над вниманием И работайте Над концентрацией Жизнь применялась Нет возможности Тренироваться На таком уровне Нет возможности Прямо функционал поддерживать Такое хорошее Состояние Поэтому Есть то, что есть В 99-м году Я Провел свой первый бой Но Небольшая предыстория Была такая Что Я вообще занимался Вольной борьбой Я Когда поступил В университет Ставропольский государственный Университет На факультет Федической культуры И спорта Я занимался Борьбой Изначально Вот И Позанимавшись Где-то года два Поездил на соревнования Там различного уровня Я Дотренировался И выполнил норматив Кандидата Мастера спорта На тот момент И я понял Что с той школой Которая у нас В Ставрополе На тот момент Была Мне было бы очень сложно Каких-то результатов Более лучших добиться Потому что Немножко Отношение Как бы Может быть Трениров Было Немножко таким Своеобразным Может быть Мне самому Можно было Там больше Намного Тренироваться Нужно было Ну Я как бы Чувствовал Как бы В себе силы И желания Но На тот момент Почему-то у меня Был вывод такой Что Уровень школы Недостаточный Для того Чтобы Добиться Более высоких Высоких Показателей Да И я понимал Чтобы Мне допустим Быстрее расти Нужно было Переезжать Нужно было Или в Дагестан Переезжать Соответственно Где очень хорошая Школа борьбы Одна из лучших В мире Ехать или в Осетию Там тренироваться Или переезжать Короче В Черкесию Где тоже Черкесская школа Тоже очень хорошая Вольная борьба Но у меня Как бы Такой возможности Не было Так как у меня Уже была семья Я учился Очно Вот И Я как бы Откинулся От себя Эту мысль И Просто Решил Уйти Просто в другой Спорт Я пошел На рукопашку На армейскую Рукопашку Вот Прозанимался Там где-то Месяца два И как бы Тренер Увидел Что у меня Есть хороший Потенциал И Приложил Мне поехать На панкратион Вот Я В принципе Понятия даже Не имел Что такое Панкратион Дал согласие И вот Получается Если не ошибаюсь В июне Или в июле Мы поехали На кубок Черного моря В Анапу Там я провелся Первый бой По правилам Панкратиона Разрешены Все удары Руками Ногами Коленями Локтями Как в стойке Так и в партере Также можно было Бить головой Как в стойке Так и в партере Там было Минимум ограничений И Мы даже дрались Голыми руками Как я уже говорил Да Потому что Изначально Как панкратион Это был Олимпийским видом спорта В 648 году До нашей эры Он еще был включен В олимпийский вид И Многие аристократы И Чиновники Того времени Они считали Как бы Обязанность В своей Участвовать На такого вида Мероприятий Вот И Вот Мои первые бои Они как бы Были именно По панкратиону А уже потом Уже Где-то с 2001 года Мы уже начали Уже выезжать На турниры М1 Это уже Как бы Своя лига Там уже Свои правила Ну в основном На тот момент Было 2-2 направления Это панкратион И М1 Да В принципе Там Где-то До 2006 До 2007 Больше особо версий Не было За границей Конечно Были версии Но именно У нас В России В основном Были 2 версии М1 И панкратион То есть Вот И вот так Потихонечку Потихонечку Как бы Втянулся Спорт И сейчас Вспоминаю Да Ту ситуацию С этой Видеокассетой Потом После этого Когда я уже Начал Заниматься Непосредственно Смешкой То есть Боями Я Кучу боев Пересмотрел Пересмотрел Кучу разных Кассет И UFC И Pride И Десятиугольники Которые На тот момент Назывались Вот эти турниры По М1 Очень-очень Много Кассет Пересмотрел Я Как я уже Сказал Я уже Понимал В каком направлении Мне нужно Развиваться Очень много Приемов Именно Болевых И удушающих Которых Я в принципе Не знал Я увидел В этих Кассетах Я пересматривал Эти кассеты Эти приемы Раз по 20 По 30 Пока я Не запоминал Его Потом я ехал На тренировку Я отрабатывал Этот прием Сам Когда я уже Научился Делать этот прием Я там Учил друзей Своих С которыми Я тренировался И которые Помогали мне В процессе Готовиться Потому что Как таковых И спарринг-партнеров Как бы не было И для того Чтобы повышать Свой уровень Нужно было Повышать И уровень Своих Спарринг-партнеров А моими Спарринг-партнерами Это были Как бы мои друзья Это Коля Нитиенко На тот момент Он тоже учился Жил в Ставрополе Вова Колесников Макс Бибик Вот Нельсон И в основном Вся работа Как бы проходила С ними Плюс мы еще Подключали Еще ребят С общежития Я жил в общаге На Тухачевского Мы там Оборудовали Небольшую комнату Спортивную Положили ковер Там груши Там иногда Проводили спарринги Там иногда Боролись Как бы там Ну и Так достаточно Интересный Такой был Процесс подготовки Как бы тренера У меня никогда Не было Именно по смешке Был у меня Отдельно Тренер по боксу Который у меня Руки ставил Это Когниенко Григорий Степанович Был отдельно Тренер по тайскому боксу Это Зайналбек Шишабеков Ну это я уже В Ростове Уже Когда переехал За Старополь В 2003 году Я уже в Ростове Уже начал Тайским боксом Заниматься Ну то есть Я понимал Тенденцию Которую Ну то направление Понимал Которую Мне нужно Развиваться И на данный момент Я считаю Что техника Тайского бокса И борьбы И борьбы Именно ММАшной Борьбы И работа В партере То есть Это вот Тот Синтез Который нужен Для того Чтобы боец Показывал Максимально Хорошие результаты И максимально Быстро Показывал Ну вот Вот так В принципе И попал В спорт Мы сейчас Работаем Где-то Ну Где-то Может быть По минуте По полторы Минуты Кому интересно Вот Раунд Промежуточной Подготовки Длится 6 минут А уже Непосредственно Перед боем Длится 5 минут И Мои подготовки Все 5 минут Они В таком Темпе Проходят Поэтому Очень тяжело А таких Раундов 5 А иногда И 6 Друзья Для тех Кто Твой Кричай Да я Супер Крутой По функционалу Кто там Наиль бы Сдох Приезжайте Я посмотрю На вас Я просто Объясню Почему Я купил Столько себе Экипировки Потому что Каждый тренер Работая На лапах Работая Ну просто Работая Со спортсменами Да Он имеет Определенно Технический Арсенал Своим тренерским И чем Больше у тренера Защиты Чем больше у тренера Возможности Сделать тренировочный Процесс Более разнообразным Тем этот Тренировочный Процесс Становится Более интересным Как для спортсмена Так Для самого тренера И Большие аспекты Как бы Можно Обхватить За одну тренировку Я Специально Приобрел Себе Кучу Экипировки Вот этот Замечательный Жилет Единственное Был подарен Мне Магазином Fightwear За что Им огромное Спасибо Лапы С подушками С мягкими Это я вам Как тренер Советую Потому что Я иногда Просматриваю Знакомых Тренеров Которые Работают Также Тренерами По ММА По боксу И я Честно говоря Ребят Удивляюсь Почему Вы не следите За своим здоровьем И не бережете Его Покупайте себе Лапы С мягкими Подушками Которые Смягчают Силу удара Особенно Если вы Работаете Со спортсменом В коротких Перчатках Потому что Плечи Локти Летят Однозначно Всегда Имейте щитки Потому что Когда вы Работаете С спортсменом Он должен Чувствовать Опасность Ног Также Напосредственно Видите Жилеты Потому что Жилеты Он разгружает Вам руки И дает Большую Как бы Селенность На отработках Со спортсменами И Пару раза Поплатил Своими зубами Потому что Я не одеваю Капы Во время работы С партнером Советую Всем одевать Капы Я не знаю Это моя Дурацкая привычка Я ее никогда Не одеваю Почему-то Хотя мне уже Два раза Выбивали Передние зубы Один раз Я готовил Висупаса Адулаева На Ван FC И мы также Уже на стадии Подводки К бою Работали В коротких Перчатках Он левша Тоже Как и Наиль И уже На фоне усталости Он смазал удар И ударил Мне четко По зубам И сломал Мне передний резец Левый Пришлось Как бы делать Второй момент У меня был Я Также держал Лапы На персоналке И Персональщик Должен был Ударить Один удар С разворота Локтем А ударил Бэкфист Без перчатки Соответственно Лапами Магазин Ультиматум Серия Корпус Голова Нога Поехали Хорошо Ручки на место Еще раз Тип Колено Отлично Молодец Подыши Расскажи Может быть У тебя Какие-то Есть Излюбленные Фишки Которые Ты часто Использовал Коронки В принципе Участвовал В профессиональном Боях Есть Свои Какие-то Фишки Да На самом деле Были приемы Которые Чаще всего Проходили Были серии Которые Чаще всего Проходили Были Бородки Которые Чаще всего Проходили Но Я никогда Не стеснялся Добавлять В боях Что-то Новое Свои Какие-то Наработки Поэтому Есть Такие Фишки Которые Я использую Обманки Которые Я использую Какие-то Тренерские Секреты Уже Со временем Которые Пришли У меня У меня Было Как Я Неплохо Работал В стойке И в принципе Неплохо Работал В борьбе Я никогда Не считал Себя Топовым Ударником Или топовым Бойцом Но я всегда Это все Грамотно Совмещал И На мой взгляд Я поймал Ту золотую середину Которая мне нужна Была В боях Так как Я не обладаю Очень какими-то Антропометрическими Данными Я невысокий У меня метр семьдесят Рост У меня широкая кость Я вешу Прочти Семьдесят Восемьдесят Килограмм И Всегда В боях У меня соперники Были Чуть покрупнее Чуть повыше Поэтому Были сложности Конечно Но всегда Когда ты Грамотно Работаешь Своей головой Анализируешь Соперника Видишь его Слабые Стильные стороны Ты уже понимаешь Как искать Ключи к победе Как говорится Я Очень часто Использовал Прием гильотина То есть Гильотина Удушающая Большей степени Это прокатывало Практически Со всеми Кто отдавал голову Под мышку Допустим Я гильотину делал Очень часто А потом Я очень любил Работать ногами То есть У меня Основная Работа была Это внутренний Лоу-кики И удары В корпус Ногами В печень Прикармливание И потом Выходить на голову Допустим Да Ногой То есть Ну это Примерно Такого же стиля Как крок Только он левша А я правша Я всегда работал С передней ноги Мне всегда удобнее Было левой ногой Наносить удары А правые Уже более такие Силовые Со средней дистанции Отбивать Как бы ноги Я в стойке Работал руками У меня очень хорошие Нокаутирующие удары То есть Ну я никогда Не старался Нокаутировать Но у меня Как бы есть бои Где я выиграл Нокаутом И были бои Где я очень хороших Ребят нокаутами Выигрывал Вот Сабмишины В основном Это удушающий Сзади Там болевой Треугольник То есть Ну Арсенал достаточно Большой Я считаю Чем больше У профессионального Спортсмена Арсенал И тем более Разнообразнее Он может выстроить бой И у него Больше шансов Как говорится Подобрать ключи К своему оппоненту Да И выиграть Этот бой Поэтому Не стоит на каких-то приемах Ограничиваться Зацикливаться На что-то одном Нужно всегда расти Нужно всегда развиваться Нужно всегда ставить себя В такие ситуации С которых тебе Тяжело выйти Или ты не знаешь Как выходить Чтобы найти уже пути Как бы да Для того чтобы для тебя В дальнейшем Это уже не было слабым местом Вот Ну если интересно Я могу продемонстрировать Хотя бы Да Давай Да Конечно Распространенный бросок Который я делал Это у меня было два приема Это был проход в ноги И обвив Ну еще периодически Я делал подхваты Ну это в основном Околосетки Когда мы работали Допустим Да Когда соперник на коне Он упирается То есть В этот момент Я бывало Что колосетки Подхваты Ну Я как бы все показывать не буду Просто покажу проход в ноги Который я чаще всего делаю Просто я хотел бы Объяснить еще ребятам Которые Любят делать проходы Что проходы Всегда делаются На встречном движении соперника И Для того чтобы грамотно Делать проход Нужно вытащить соперника На ответный удар То есть Вытащить его на контратаку Если вы будете там Делать проход соперника Который идет назад То есть Это чего-то Как бы Неуспехом Вашим Скажем так Да В общем Представить Проход ноги Я делал Очень Самый распространенный С подбиванием соперника С вытаскиванием на плечо То есть Это достаточно эффективный Красивый бросок Самое главное Что здесь нужно понимать Это нужно зайти на такую дистанцию Чтобы соперник Захотел тебя ударить Да Когда допустим Ты стоишь далеко И отсюда Будешь делать проход То есть Это как Ну Чувата тем Что соперник Может вас встретить И я всегда проход делал Головой Под переднюю ногу Почему под переднюю Потому что Если он Допустим Правша У него Заряжена Правая нога То есть Если я Пройду Вот так То есть Он может меня встретить Как рукой Так и коленка Поэтому Всегда безопаснее Всегда проходить Под переднюю ногу Правши И под переднюю ногу Левши То есть Ну Прием Достаточно Простой Я делал Допустим На его Атаге Оттяжку Делал Уклон Давал Возможность Еще сместиться На меня И вот Моги Просто Коротким движением Заходил Захватом Под колени Оттаскиваю Наверх И отсюда Наскручивал Бросок Если Допустим У меня Оставались Логи Я отсюда Мог Сразу Зайти Допустим На Крест Забрать Логи Да Отсюда Мог Допустим После Лоска Если У меня Нога Оставалась Я мог Зайти На Пятку Тоже Часно На Пятку Зайти И отсюда Также Если Нога Оставалась Я мог Сделать Такое Движение Раз И отсюда Сесть На Поясни То есть Сделать Защемление Актеров Движение Бывало Бывало Что Клинч Когда Заходишь Клинч Соперник Начинает Петни За Стран Ты Придерживаешь Делаешь Бросок Сейчас Бросок Я Остался На Ногах Но Бросок Я Всегда Делал С Падением На Соперника Для Того Чтобы Дыхание Соответственно Проход Ноги Тоже Я Ноги Бросил Остался Вообще Бросок Он Делается Вытаскивается И Вместе С Соперником Бладаешь На Его Еще Он Еще Бьется На Пол То есть То же самое Можно Легко Сбить Дыхание Можно Аккаутировать Соперника Потом Серия Такие у меня Были С передней Ноги То Что я Говорил У меня Всегда Была Работа Левой Рукой Левой Ногой Почему Потому Что Левая Рука Левая Нога Они Самые Ближние К сопернику То есть Для того Чтобы ударить Правой Мне Как бы Нужно Было Эту Серию Подготовить Я Делал Раз Два Потом Делал Раз Два Три На На Голову И Тоже Самая Печень Моя Любимая Тоже Серия Была Такая Левая Голову То есть Это Самая Такая Серия Которая У меня Чаще Все Проходила Левая Левая Печень Нога Или Левая Левая Голову Уже Тоже Проходили Бывало Я Даже Ногой Доставал Даже Голову Ребятам Которые Были В разы Выше Меня Ростом Самое Важное Что Было Для Меня Большим Плюсом Для Спортсмена Я Не Стоял Не Ждал Пока Соперник Начнет Работать С Первых Секунд Боя Мы Пожали Руки Все Я Пошел Прессинг Размер Девания Я Смотрю Смотрю Пробую Режу Углы Поджимаю То есть Всегда Атака На 8% Всегда Начиналась С меня Потому Что Я Понимаю Что У меня Невысокий Рост У меня Не такие Длинные Руки Не такие Длинные Ноги И Я Должен Был Задавать Тем Боя И Должен Нализать Сопернику Свой Бой Если Я Был Допустим Более Высокий Чем Соперник Там Я Мог Прессингловать Но Держать Более Дальнюю Дистанцию Так У меня Был Очень Хороший Правый Боковой И Левый Боковой И Ноги Мне Нужно Было Заходить На Более Ближнюю Дистанцию И К тому Ж Из-за Невысокого Роста И Короткости Рук Мне Нужно Было Все Удары Начинать Вразрез Заходить Или Защиты Начинать Удары Бить Вразрез И Потом Продолжать Серию Переводить На Руки И Ноги Выводить Поэтому Я Понимал То Как Мне Нужно Работать Под Свои данные И Под Соперник Если Допустим Соперник Был Примерно Одного Рост Самой Я Мог На Дистанции Подвигаться Попробовать Серию Руки Ноги Покидать Ну Соответственно Соперник Выше То Такая Работа Не Пятит Нужно Совсем По-другому Это Выстраивать И Очень Важно Чтобы Спортсмен Понимал Что С Одним Соперником Нужно Работать По-одному С Соперником Нужно Работать По-другому С Третьим По-третьим И Искать Не думать О победе Как я говорю А искать Пяти Победе Что-нибудь Напутствующее Нашим Зрителям Напутствующее Напутствующее Слова У тренера Одни Трудитесь Развивайтесь Ставьте Себе Цели И Что Самое Главное Для Вашего Роста Это Ищите Хороших Грамотных Квалифицированных Тренеров Которые Дадут Вам Дальнейший Рост Просто У нас Сейчас У многих ПГМ Профессиональных Спортсменов Есть Определенные Шаблоны Что Если Этот Тренер Меня Ведет То Я От него Больше Никуда Не пойду С одной Стороны Человеческий Фактор Это Похвально Но Вам Ничего Не мешает Допустим Вместе С этим Человеком С Своим Тренером Пойти Другой Зал На Спарринги Пойти Какую-то Тренировку Провести Под руководством Другого Тренера Чтобы И Ваш Тренер Посмотрел Как Вы Работаете Указал На Ваши Ошибки Какие-то Корректеревки Услышать От другого Тренера Я Не имею Ввиду Что Вы Должны Бросить Своего Тренера И уйти К другому Тренеру Вы Должны Понимать Что Вам Не знаю Может быть Опять же Я не прав В какой-то Степени Но Это Мое Сугубо Личное Мнение То есть Тренер Должен Именно ММашником Я Объясню Почему Потому Что Когда Вы Приходите К тренеру По боксу Он Видит Вас Боксера И Дает Вам Боксерскую Технику Когда Вы Приходите К тренеру По борьбе Он Видит Вас Борца Дает Борцовскую Технику Когда Вы Приходите К Кроссфитеру Он Видит Вас Кроссфитера И Дает Вам Свою Технику Сейчас Уже Есть Тренера Которые Пробуют Перестраиваться Но Очень Важный Момент Никто Никогда Из тренеров Не поймет Что Вы Чувствуете Во время Боя Какие У вас Нагрузки Во время Боя И Что Там Можно Делать А Что Нельзя Делать Это Раз Навсегда Усвоите Поэтому Вы Можете Готовиться У Любых Тренеров В Разных Направлениях Но Чтобы Вас Грамотно Подвели Именно К бою Вы Должны Тренироваться У Тренера По ММА Который Через Все Это Прошел И Знает Что Вас Там Ждет Какие Нагрузки Вам Нужны И Как Вас Подвести К Этим Нагрузкам Поэтому Думайте И Развивайтесь Ставьте Перед Собой Цели И На канале Бодимания Ставьте Лайки Подписывайтесь На наши Инстаграмы Спасибо Вам За Внимание